а микрофон а я знал что его нет я ругался на вас самое время немного оборзеть карты ребят у нас много арт 134 карты еще 26 карты которые не карты приложения карта что время много-долго мучительно приготовьтесь откиньтесь на спинку кресел я буду балаболить карта номер один катун знаете что самое на самом деле интересно читать комментарии это альбом из официальной группе вконтакте по хардстоуну и комментарии это конечно что за хрень лол кто-то будет играть это боже давайте не обозревать а просто читать комменты мне кажется будет гораздо прикольнее вот да действительно это первая карта который нам было показано самая первая карта эта карта будет дана на халяву всем кто зайдет в игру в ближайшую кажется неделю после выхода дополнения солнечного символитет ран рама раз уж пошла такая пляска прессе перебивай меня раду они мишников алчадекс у альб ась баскетбол курок вот не скоро будет мудрого скоро что песню поставишь только после обзора поэтому пожалуйста не забудь вы его его так вот ребята по при дико по при дико по при дико по пожалуйста приди когда на начале показали кто на нам к нему показали несколько прислужников и три по моему штуки нам показали и они все были очень вялый очень-очень я отключу пока повещение спасибо тебе за верное отключение пока отключу не слишком будут мешать так вот эти прислужники мы на них сейчас посмотрим они были очень очень вялый посмотрев на этих прислужников мы сделали вывод ну я сделал было что чет чет наверное не взлетит однако буквально днях когда была презентация спасибо подписку ли рлин на днях когда была презентация на показали новых прислужников и там было много очень прикольных прислужников и надо посмотреть как в новом свете достаточно ли окажется круто чтобы играть ктуна ну конечно карта уже не такая как не такое говно как показалось на первый взгляд тут на самом деле не не никто на нужно оценить его прислужников потому что кто на один а прислужников полдеки если прислужники слабые то конечно кто не спасет а если прислужники сильные туда ктун как вишенка на торте будет поэтому тут мы оценим никто на его прислужников но мы сейчас поговорим дальше я думаю текст на русском языке не нужно объяснять чего делает он Изначально 6-6, но он качается, 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 а потом выходит большой, смотря на сколько накачали. Преграды на пути тьмы. Это новый гей-парад за 5 маны, но, что самое главное, без пушки. Я видел достаточно хентая, чтобы знать, куда это движется. Это, видимо, про тентакли. Плюс 1 в агроб паладина. Какого-то агроб паладина придумали. На самом деле, карта совершенно шляпа. Во-первых, оружие это очень важно, потому что оружие это, считай, половина гей-парада. Ну, не половина, но важная часть. А во-вторых, 5 малышей за 5 это хуже, чем 3 за 3, потому что они позднее. Там кауе ближе, они уже не так больно кусаются, не так страшны. Эта штука очень вялая на арене, разве что играть так, как средние карты. Сумеречный предок. Вот, это первый культист, который нам показали. 3-4 за 3 маны, в конце хода к тум получает плюс 1, плюс 1. То есть, если его завалят сразу, он качнет на 1. Если простоит подольше, прокачает подольше. Ну, он относительно новых предков, относительно новых культистов довольно слабенький, но... Не такой плохой, как мог бы быть. За 3 маны 3-4 это размеры танка-паука, плюс обилка по накачке. Ктуна. Он как раз относится к числу слабых. Сумеречный. Вот, собственно, что тут говорить? Ну, за 3 маны 3-4 качает Ктуна. Особо тут не поговоришь. Он вестник доказанного рока. Он как старый вестник, только агрессивный. В начале вашего хода так вот это существо становится равна 7. В начале каждого вашего хода. То есть, он качнулся один раз, и раз его сдули какие-нибудь, следует правил, он снова сдуется. Ты его дебафнул, а он снова сдуется. То есть, в начале его так становится 7. Но первый ход он абсолютно беззащитен. А все карты, которые ход абсолютно беззащитный, первый ход абсолютно беззащитный, они себя показывают довольно плохо. Вот вестник рока играет... Хорошо такой вы фриз маги, который может его защитить, да? И то далеко не всегда он срабатывает, даже с заморозкой. И мы знаем много примеров беззащитных карт, которые уже простоят ход, чтобы они заработали. Например, дракон 6-8, да, за 8 маны, который 6-8, он не такой уж и беззащитный, который потом карты дуплицирует. Но хрен когда простоит. И этот мужик тоже хрен простоит. Он, наверное, сможет как-то пережить этот первый ход, хоть в каких-то хп нормальных остаться, ну там, не знаю, в процентах 20 партий. А так он сразу завалит на халяпку. И он ничего не сделает. А даже если он крутанется, он за 5 маны 7-7, потому что мы можем за 5 маны играть какую-нибудь 5-6 полезная белка или какой-нибудь что-нибудь в районе того. И бонус по его статам не стоит огромного этого штрафа. Даже если он крутанется, это будет далеко не всегда, и его штраф значительно превышает его преимущество. Ну, увеличенный размер его преимущества и беззащитность это его штраф. Знаклювка у кого-то врывается, у кого-то деталька врывается. Я считаю, что карту зря не доцелят, он просто требует внимания к себе оппонента. За 5 маны 7-7. В том-то и проблема, что он не 7-7. Он крайне редко будет за 5 маны 7-7. Так что не верю в вестник от доказанного урока. Древний Шитоносец. Очень крутой прислужник Ктуна. Это та карта, которая не качает Ктуна, а работает наоборот от него. Если у Ктуна 10 или больше атаки, а это вообще изи, особенно к 7 мане, накачать ему 10 атаки очень просто, потому что начинает с 6-6. Да, как Санчес, нормальная картинка, хорошая картинка. Название непонятное. Как видите, на щите у него нарисован глаз. Это глаз, ребята, глаз Ктуна. Тетка с глазом, так я ее назову. Я думаю, Санчес возбудился, когда смотрел на эту карту. В общем, ребята, ее убилка будет срабатывать вообще всегда, когда ты играешь в Ктуна колодой. Другое дело, что если дека не на Ктуне, то от нее толку вообще никак община, за 7 маны 6-6 ничего не делать. Но в Ктуноваре она, конечно, будет приезжать обязательно двух экземпляров. Все очень просто. Тут тоже говорить особо не о чем. Бомба карта, бомба карта. Просто нужно пол деки из говна собрать, чтобы сработала ее убилка. Вот. Зовущее зло. Еще один так себе прислужник. За 2 маны 2-3. Тут ей такие вроде ничего, казалось бы. Ну, кто хочет за 2 маны 2-3 без обилки, зато качает Ктуна на 2. Это как раз те карты, которые хуже среднего существа. Ну, если вдруг мы доживаем до Ктуна, если мы продержались, тогда это все окупается. Зовущее зло. За 2 маны 2-3. Она, в общем-то, как мужик 3-4, тоже довольно вялый прислужник. Я вам покажу потом прислужников посильнее, вы увидите. Ванила статы, эффект для Ктуна колоды весьма хороший. Ну, какие вани... Что это за слово ванила статы? И вот любят, не думая, там, ванила тест проходит. Ну, это ничего не значит, что ванила тест проходит. Какие, блин, ванила статы? Это нихера не значит. Огонек идеально проходит в ванила тест. Просто идеально. За 0 маны существует 1-1. У него бесконечность просто в ванила тест уходит. Ты что, хорошая карта? Ванила тест это абсолютно ничего не значащая херня, ребята. Ну, 2-3 за 2 маны это далеко не очень крутые статы. Мускулу, спасибо тебе за 5 месяцев в подписке. С Браном зайдет. Ну, кстати... Бран, да, будет ту на колодах лежать. Другое дело, что он не простоит долго. А у Хмелевара можно вдруг возвращать. Представляете, комба такая. Значит, с одной стороны какой-нибудь темпомаг, да? Там с монозме начинает. А здесь мы начинаем. На второй ход, значит, Зовущее Зло. Мы такие позвали Зло на второй ход. 2-3. А потом мы на следующий ход Хмелеваром ее как крутанули. 3-2 хоба. Заменили Зовущее Зло Хмелеваром. А потом еще Зовущее Зло уже на 4 ктуна прокачали. А темпомаг там уже поджигает тебе пукан на все деньги. А ты тут Хмелеварами Зовущее Зло крутишь. Ну, вы хоть немного примеривайте. Это вот то, что вы пишете на реальную ситуацию. Какой-нибудь там фейс-шаманщик. Ты там показывай. Давай, Зови Зло, Хмелеварами крутишься, я тебя пока тут морду побью. Оскверненный Исцелятор. За 5 маны 6-6 с гигантским штрафом хилит оппонента на 8. Во-первых, есть за 5 маны. Существо 5-6 с полезной обилкой. Всего на одну атаку меньше всего. А тут штраф такой огромный. Это очень большой штраф на 8 по хилит. А что, зомби, он за 1 ману 2-3? За 1 ману 2-3 это очень много. За 5 маны 6-6 это очень мало. Потому что он ничем не отличается от нормальной карты. Мы теоретически можем использовать эту обилку с Аукенайкой, чтобы наносить 8 дамага. Но ты пока этого Исцелятора поставишь, надо чтобы он не сдох. Потому что если он без Аукенайки сдохнет, то ты просто похилишь на 8, и тогда весь смысл теряется. Ставишь Исцелятора, ждешь, чтобы он ход не сдох. А потом ставишь Аукенайку и пытаешься сбагрить его Исцелятора. Ну хрен, когда такое редко получится. Поэтому Аукенайка здесь не засчитывается. Он просто за 5 маны 6-6 с ужасной обилкой. Да, разумный комментарий, игра не стоит свеч. Зомби прокачался. Но, к сожалению, зомби за 1 ману аж 2-3 позволял контролировать раннюю игру. За 5 маны 6-6 ничего не позволили законтролировать. Это вполне обычные статы, вполне обычные. Избранница Катуна. Еще один. Кстати, такие популярные споры. Как правильно считается, Ктун или Катун? Разработчики, разработчики игры, которые придумали и игру, и Катун они придумали, они произносят название на английском языке, как Катун. Катун, вот так вот. Катун. Не прям Катун, а Катун. Вот так произносят. Ну, в общем, как произносить на русском, это дело вкуса. Хочешь Ктун, хочешь Катун, хочешь Кахатун какой-нибудь, в общем, тебя все поймут. Мне нравится говорить, ну, максимально похоже к оригиналу. Катун. Божественный клич качает Катуна и Божественный щит. Ну, опять же, обилка качает Ктуна, но это ладно, это потом. За 4 маны и 4-2 бабл. Это очень мало, очень мало, ребята. За 4 маны и 4-2 бабл, пожалуй, это самый худший из всех прислужников Ктуна. И, скорее всего, вот эта избранница Ктуна не будет играть даже в Ктун-колодах. Катун-колодах. Вот. Потому что за 4 маны и 4-2 бабл это лажа. Лажа. Лажа! Пожиратель секретов. Когда эта карта была заанонсирована, одной из первых, которая была анонсирована, все почему-то так возбудились. Боже, как все возбудились. А почему все в основном неправильно оценят карты? Потому что не примеряют к реальной ситуации. И где-то все в голове, в выдуманных ситуациях эту карту видят. И поэтому кажется, что карта там крутая. Например, вот ставит тебе секрет паладин 20 секретов, а ты их все сожрал, и секреты сожрал, и существо очень жирное. Но секрет паладин теряет, что теряет секрет паладин? Секрет паладин теряет овенш, секрет паладин теряет мини-бота, секрет паладин теряет гей-парад, секрет паладин теряет крошер. Рعد я по монокольве иду, да? Вы чувствуете первый дроб, второй дроб, третий, четвертый, живота теряет секрет паладин, Бумо теряет секрет паладин. Там вообще почти ничего не остается в этом секрет паладине. Кроме секречка там ничего не остается. Не будет больше секрет паладина в стандарте. Не будет, не надо будет жрать столько секретов. А по поводу того, что есть всякие хантовские маговские эспилы. Мы хантовские эспилы раньше могли жрать кизанка. И что, мы часто кизанку что ли клали или встречали в колоду? Очень редкая была карта, потому что ну ты иногда сожрешь секрет, А против друида варлока играет Играешь, а у тебя существует 4-3 без обилок А этот еще хуже, 2-4 хуже, чем 4-3 Этот еще хуже, и мы точно так же не будем его класть Как и не клали кизанку Тем более, что секреты были популярны В этих секрет-колодах, потому что был секретчик 2-2 Который тащил на халяус Секретчик уходит, и теперь большие есть сомнения Будут ли вообще играть секреты У ханта-то вообще точно сомнения большие Потому что у ханта секреты вялые У мага еще можно подумать, но Секретов будет очень мало И так как секретов мало, нам не пригодится Пожиратель секретов, он будет лежать в коллекции На всякий случай, если вдруг что-то изменится Но пока ему... Посмотрите, я уверен, что коменты откроем, там все возбудятся Привет, секрет паладином, 100 пудов Там просто люди не примеряют к реальной ситуации эти карты Нашлась управа на секрет Пала Да секрет Пала сам сдохнет от старости Господи, спасибо! Спасибо, Господи! И фризмаг, ой, фризмаги Сейчас все исчезнут, пожиратель секретов к нам пришел Ведь раньше не было кизанки, чтобы фризмагов убивать А теперь есть Да, кто на его папа хохотун? Карты обязаны быть в деке Действительно, кто же не хочет играть в существом 2-4 за 4 маны? Все хотят Запретное пламя Ну, понятно, что карта говно Потому что бьет только в существо Била бы в лицо, была бы бомба страшная Она бьет только в существо И у мага есть огромное количество Директа, который чистит существо Там, начиная с этой шнешки за одну ману Которая на 2 бьет, качается сплт демеджа Фросболт, факел еще здесь Фаерболл остался Очень много спллов у мага И всем она проигрывает Какой несравненно, всем проигрывает Била бы в лицо, мы могли бы Пользовать как дамаг в лицо Но Она проигрывает всем картам мага И И так директа много Далеко уже не весь помещается И куда ее пихать, непонятно Ее теоретически можно комбить с поджигателями С антоном Ну и И так есть что комбить с поджигателями С антоном Поэтому нет, пламя не взлетит И можно только на арене играть Это так На арене даже вот за 5 маны 8-8 копье бьет Да, на 8 бьет И то плохая карта Ну так, средненькая А уж пламя гораздо хуже на арене Запретная форма Кстати, интересно на комменты почитать Стойте Четко Универсальная углиная голыба Но она в лицо не бьет, та углиная голыба Во время обзора всех карт турнира Ты говорил, что существуя мага Которая позволяет пинговать на 2 Будет лежать в каждой колоде Почему-то не произошло Потому что ошибся, очевидно Универсальная углиная голыба Да, универсальная Запретная форма Расходует всю вашу ману Призывает на поле боя Случайное существо Со стоимостью равное количество За расходные маны Я подробно уже рассказывал Почему эта карта не очень хороша Просто в двух словах Расскажу, карта не очень хороша Потому что, во-первых, рандомно А во-вторых, рандомно Просто-просто Мне не стоит того Что плохих карт Плохих существ Очень-очень много Очень много плохих существ Не вообще прикольные карты заману Не вообще прикольные карты заману Что нам Юлия Лецкая хотела сказать Не вообще прикольные Вообще не прикольные? Или как? Прикольные, но не очень? Будет ли боевый клич в Ктирус? Нет, боевый клич в Ктирус не будет Одна из причин, почему карта слабая Теперь можно иметь 4 виспов Можно будет виспали манекена призывать В общем, карта вялая, ребята Огромный песчаный червь Каждый раз, когда существует, уничтожает другое существо Он может атаковать повторно То есть, если у оппонента много существ Мы сходили, сожрали, перезарядили атаку Еще сходили сожрать не винфюри, который два раза ходит А ходит, пока всех не поживет или пока не сдохнет И либо ты будешь жрать вражеских существ Пока не кончится зверь Либо ты дашь зверю иммунитет Есть две карты, которые дают зверю иммунитет Это бестил в раз Ну, тетка с конем Главный конюши, короче Вот, она тоже умеет давать иммунитет зверю И можно пожрать вообще всех существ То есть, теоретически, комбат крутая Но комбат состоит из двух плохих карт Червь сам по себе плохой, в общем, за 8 маны 8-8 Ну, несерьезно И иммунитет зверю сам по себе плохой И то, что из двух плохих карт Мы можем собрать хорошую комбу Все равно не позволит им играть Так-то задумка интересная, но он очень дорог И у него статы плохие Вот был бы он какой-нибудь 6-10 Было бы намного лучше А 8-8 это Это очень уязвимо 8 хп за 8 маны Не так-то легко Не так-то сложно снять Кажись, контроль хан подъехал Но, к сожалению, нет К сожалению, идея хорошая Но недостаточно для того, чтобы контроль хан действительно подъехал Здравствуйте Я существо с очень интересной механикой Но меня все равно не будут играть Очень верное замечание Очень метко подмечено Юлия Лецкая говорит, что имба Ух, Юля-Юля Божечки-кошечки Ладно Идем дальше Кошмарный дробитель Я про него очень подробно рассказывал Он очень похож на Тракзора Тиранатора Когда Тракзор Тиранатор был анонсирован Про него почти все сказали, что он крутой Но он выглядел крутым Этот чувак очень на него похож Он тоже выглядит с виду крутым Но что-то мне кажется, что его постигнет судьба, как и Тиранатора Он вроде крутой с виду Но что-то слишком свежа память о Тракзоре Который так и не заиграл Что-то в районе такого Каждый раз, когда человек получает урон Призывает на поле Гноя Гноя 2-2 Неважно, откуда получаем урон Сами пинганули Из руки урона Существует урон Гноя 2-2 с провокацией Ну, а Билка, безусловно, тоже интересная Но Ее нельзя закрутить как у Вара Как патронов Потому что мы, а уехай, будем собственных гнолов вычищать Мы гнола наплодили, зауешнули Гнола продомогали Еще раз ауешнули, все, гнолам стало меньше Они маловато, чтобы уешать своих гнолов А как самостоятельно раскручивать? Ну, может быть, может быть, может быть Почему бы и нет, но Черт узнает Как-то слишком, слишком память о Тиранаторе Бежа, который очень на нее похож Что же, за 7 ан-6-6 отличная Билка Но что-то не играет Баян же В смысле Баян? Какой он в смысле Баян? Патрон-дробитель Нет, вот причину, почему патрон-дробитель не будет Только же назвал Потому что уешаешь, собственно, гнолов Откуда он взялся по лору? Ну, он один из самых первых Шингис Шингис, он один из самых первых вообще NPC в World of Warcraft Как будет работать жираловка маны Ну как, всю оставшуюся ману сжирает и все Именно сжирает, именно тратится Именно тратится Так-то, если бы не тратилось, у вас была бы хорошая карта Придельщик Клакси Еще один прислужник Ктуна Друидский Тоже не качает Ктуна Работает от него Если атака вашего Ктуна больше и равна 10 Получает председатель здоровья Ребята, если вдруг будет Друид на Катуне Если вдруг такое случится За 4 маны 4 10 Еще раз За 4 маны 4 Сколько, сколько? Правильно 10 10 4 маны за 4 10 Ёп-йоп Это просто огонь Причем понерфили Сау Понерфили Рогача И шанс, что он отхватит Саленс Не такой высокий на самом деле Я не знаю За 4 маны 4, 10 Страшная бомба Пожалуй, это самое крутое Что связано с Ктуном Вообще Из всего, что нам показали Что-то нереально крутое Ну, прикинь Ты играешь против Друида На Ктуне тебе случайно попался Тебе там на второй ход служитель На третий ход служитель А потом 4, 10 И можно Ктуна не ставить Тот чувак там всех сожрет Он хода 3 точно там всех отхерачит На него столько карт уйдет 4, 10 Просто нереально Даже если он Саленс отхватит Он похож на Твилай Дрейка Да, там тоже На четвертый ход 4 много ставится Но Чтобы поставить Твилай Дрейка Нужно 2 хода тапнуться А иначе Фигня будет И получается Ты вынужден тапаться А тут ты не должен тапаться Ты можешь кастоваться А во-вторых После Саленс он будет 4, 5 Просто какая-то бомба нереальная Как Йети так за нужным бафом Хорошая карта Для несвозможным А если в Ктуне То точно будет баф Факси с Шараджа поклоняюсь Ну да, тут немного несоответствия По лору действительно Действительно откровенно ОП Действительно Ну тут в общем так на нем и описано Овер-пауэр Класть в любого друида Даже если Ктуна нет Можно просто вместо Йети Класть Чтобы попантоваться И испугать оппонента Чтобы он думал Что это Декан Актуня А это не Декан Актуня Это просто Йети Привет мистер Ит Моголь карт оборзел Да нет 14 столько и 160 Если Ктуна сыграл и умер Вы и 4-10 Очень хороший вопрос Потому что на этих картах Написано Ну в оригинале Написано Ктун где бы он ни был Ктун может лежать на столе Тогда он считается Ктун может лежать в руке Тогда его размер учитывается Ктун может лежать в колоде Его размер учитывается А также Ктун может быть мертвым И хороший вопрос Считается ли Ктун Если он мертвый Вот кладбище считается Где бы он ни был Потому что в колоде он лежит В руке он лежит На столе он стоит А на кладбище Он как бы в истории Он там есть или нет Вот это хороший вопрос Я не знаю на него ответа Черт его знает После смерти Ктуна Это все считается или нет По логике поклоняться уже убитому богу как-то странно Мы поклоняясь Ктуну там О, Яхве, о, великий Катун Тут Ктун пришел А, я Катун ему, на нахуй, на нахуй казнь И нет больше Катуна И что, мы дальше продолжать поклоняться или что делать, не знаю Ктун может лежать в могиле, точно Точно Так, потом почитаем все ваши комментарии Они будут потом, ребята Грязный барахочек За 4 мана и 4.2 Пресмертный хрип вы берете карту Тут можно сказать, что он будет с Энзотом играть Который там Десертата воскрешает Но нет, как не крути, карта полная говно Она стоит очень дорого, очень дорого стоит И эффект очень маленький Она хуже лутхордера, она хуже гномки 2.4 Которая приходит, карту берет Ну просто, просто слабая карта На арене норм, он даже на арене не норм Даже на арене он так себе По среднему Погибель Дум по-английски Тут, кстати, Йоксарон нарисовал Уничтожая всех существ Берете карту, за каждую уничтоженную существо Ну Стоит она, конечно, дорого 10 маны За 10 маны чистим стол У Варлока есть за 8 маны Всех убить И нашло свое место в Риналоке Да, дурацкая карта В Риналоке свое место нашла Тут на 2 маны дороже И мы берем карты Но засада в том, что Варлоке Это единственный класс У которого есть нормальный способ Такой относительно халявный Прият, Жакуточ Относительно халявный Добирать карты И именно Варлоку дали карту Которая еще добирает карты То есть Варлок и так Дровится, дровится, дровится А если существа на столе много Вот допустим Мы даем ремоу за 8 маны Когда существа на столе много Нас завалили какими-то какишами Мы даем за 8 маны Всех убили А если стоит много на столе У нас часть карт сгорит А может мы даже фатигнемся Потому что Варлок и так Карты много берет Что-то хрен не знает, ребята Я даже не знаю Вот берете карту За каждое уничтоженное существо Это даже достоинство Или недостаток Не, ну скорее достоинство, конечно Но иногда Иногда будет ситуация Когда у оппонента будет куча существ А мы не сможем дать погибель Потому что иначе у нас карты сгорят И мы фатигнемся Мне кажется Вот этот его недостаток Перетянет И в результате погибель Нам ничего не покажет В нормальной игре Хотя на арене Очень круто, по-моему Блэйс Энжел говорит Что погибель надеется Уместо во всех контролных Варлоков А я тебе говорю Что контрол Варлоки Очень медленный И очень много дровится И ты будешь фатигаться По гибели Круговорот отдыхает Мне даже круговорот больше нравится Тут я не знаю, ребята Рад ли я буду набору карт или нет Ну посмотрим Время покажет Безлики Шаркун За 4 маны 1-1 Копирует здоровье Атаку Ваш новый уровень Существа Провокация Он похож на манипулятора Но Манипулятор Во-первых Копирует обилки Существа Что очень важно Потому что манипулятор По сути играет Только ваншот Ваншот колодах Когда ты ставишь Существо сверхком Качаешь Ставишь манипулятора Этот мужик Рывок не качает А во-вторых Манипулятор Что очень важно Копирует существа Оппонента То есть тебе оппонент Поставил Рагнароса Ты сманипулировал За 5 маны А здесь чтобы что-то Сманипулировать Надо поставить что-нибудь жирное Либо ты в один ход Ставишь что-нибудь жирное И за 4 маны еще Шаркуна Что очень дорого Либо ты Ставишь что-нибудь жирное И надеешься Что с ним ничего не случится И оба плана На самом деле говно У него с достоинством Провокация То есть теоретически Можно поставить что-то жирное И провокация Но как-то легче не становится Все равно Манипулятор гораздо круче И даже манипулятор Картой гораздо круче Он не играет Почти не играет Только ваншот колодах Вообще Близзы Конечно Ребята интересные Они понерфили Чародейского голема 4-2 сказали Вы знаете Вот есть ваншот колоды Как например у Варлока Да Чародейский голем Прокачка-прокачка Манипулятора Всех убили Нам вот не нравится Что есть ваншот колоды Мы понерфили голема Ну так друзья Ведь есть лерой Потому что половина Играла с големами 4-2 А половина играла с лероями Ну не голем Так лероя положит А если вдруг даже лероя Не станет Так есть всадник на Волге 3-1 Тоже с рывком Надо было Либо все это сразу нерфить Либо это как-то нелепо Чтобы голема понерфили А все остальное Не понерфили Потому что ваншот комбы Никуда не делись Привет Аляша Как твои дела Спасибо тебе за подписку Садись тут Я что-то вообще Не врубился в нерв голема Ну надо было Либо все нерфить Потому что ваншот Это плохо Либо почему-то Голем один пострадал Как-то несправедливо Непонятно В общем шаркунь говно Вот если в двух словах От големы вернулись И имба Говно Говно 57 лайков Имба 7 лайков Ну что же Разумно Ну в общем-то Комментарии довольно разумные Да Они согласны Что способности копировать важно Запретное исцеление Еще одно запретное Заклинание Расходует всю вашу ману Восстанавливает Двое больше здоровья Эта карта мне понравилась Она не бомба Но она лучше Чем предыдущие запретные карты Потому что Во-первых Много хилят Действительно много А во-вторых Можно существо на край похилить Не только в лицо Но и существо можно похилить То есть Пусть шамана Там какой-нибудь напихал Правда Если у нас будут проблемы В паладине с хилом Да Ну это понятно Что для медленных контрольных паладинов Нам дали Легендарного Рагнароса Который хилится Вот Запретный исцеление Это наверное похуже Это в Рагнароса Но все равно Карта не такая плохая Ну Может наиграть то и не будет Но Лучше чем предыдущая Она довольно жирно Хилит лицо В поздней игре Нам как правило В поздней игре Это не нужно Она может существо похилить Но игра все равно Не будет скорее всего Хотя посмотрим Может она будет Под Йоксарона Знаешь Там чтобы Спелл под Йоксарона Чтобы дожить до Йоксарона Может какой нибудь Ренок пал Ну черт его знает Посмотрим Карта Карта играть Играть может Играбельная Поделки Найку Зай Стоп Что это за капец Хил на 20 Ну скорее хил на 16 И еще таки нет С 1 на 1 Скорее Ну да Можно на 20 засадить На хера на паладину Ну как Паладина много хила Тут же хил класс Пока не понеркать молотру Буду 2 запретных стреления Таскать Ну посмотрим Смотря сколько будет фейс шаманов Если фейс шаманов будет мало Ты не будешь исцеления таскать В зависимости от гейма Холозил перерожденный Крутое лего шамана Мы все видели Ну или не все Но многие видели Во время стрима Последнего стрима Близзард Где представляли новую карту Как холозил Круто Когда он только вышел Сделал мне подробный обзор И сказал что он в Сауе Будет очень круто играть Нам кстати показали на стриме Как он круто с этим Играет Сауе Каждый раз Когда мой спелл наносит урон Мой герой Хиллес Настолько же Сколько урона нанесено Можно молними Мы видели на 10 маны Там полный стол У шамана мало хп Стоит холозил За 3 маны Все это бабахают Причем холозил Шторм переживает Потому что у него 6 хп А стихии бьют на 4-5 А можно не стихии Можно просто шторм дать Да лайтинг шторм А потом всю эту ману Сразу разминировали Новым лавашоком на ножках Очень крутая комба И Карта понятно крутая Интересная Обилка полезная Карта очень хорошая Она должна быть Потому что не должно быть Страха перед фейсколодами У всех должна быть защита От фейсколод Уртед Будет он играть или нет Целиком полностью Зависит от того Какой будет метагейм Если будут Будут агродеки Вроде фейс шаманов Фейс ханта Да Холозил конечно найдет свое место Если метагейм будет контрольный И медленный То хил там не очень актуален Поэтому Вероятно в таком метагейме Он не приживется Зависит от метагейма Тоже Ну в общем-то Сразу на поверхности лежит Сразу очевидно Что савье очень круто работает Она шамановская Ну вроде синяя Да вроде шамановская Да Мизин для шаманов Заменим Совет перерожденных Кстати многие Кто играли в World of Warcraft Когда видят эту карту Вспоминают Совет перерожденных Потому что модельки другие Но этот чувак Не из совета перерожденных Он там хвостовый мок В черепахе Вайшире Ну да Просто у них модельки Всех одинаковые Глашатый валаш Ох Я очень подробно рассказывал В детальном обзоре Глашатый валаш Карта безусловно С интересной обилкой Мне нравятся Интересные обилки У карт Когда в Близер Придумают Совсем новые механики Но почему-то Как-то по совместительству Они эти интересные обилки Прикладывают к статам К плохим статам И карта в результате Получается говно Казалось бы Интересная обилка Хочется поиграть Ну из-за монокост Из-за статов Карта говно Призывает 1-1 копию Остальных ваших существ То есть у вас стоят Существа какие-то на столе Мы играем Глашатая валаша И он призывает Копию этих существ Со всеми обилками Но размером 1-1 Ну понятно Что они как воины Воины не хороши 1-1 Но нужны их обилки А какие обилки Ну либо это сильваны какие-то Либо десератлы То есть нам нужно Чтобы мы поставили Несколько десератлов на стол Их бы не убили И мы бы поставили их копии Тогда это сработает Но ситуация Когда мы выставляем существа на стол А их не убивают Не так часто встречается Поэтому у меня есть сомнения Что глашатый валаш заиграет Был бы он за 5-5-5 Конечно было бы гораздо лучше А так за 6-5-5 Это статы маленькие Значит нужно Выдаивать его обилку А выдаивать его обилку Будет сложно Потому что поставь существо Чтобы его не убили А потом еще скопируй Черт его знает Станция ствола Копирует существ Мы всего 20 карт посмотрели Я уже очень устал говорить Это будет непросто Что будет создать Специальность такое существо Но он точно потеряет обилки Насчет размеров Не знаю Ну посмотрим Может валаши покажет себя В зависимости от гейма Смотри Нам показали там Престовскую карту За 4 маны 4-3 Которые на половину краденые мысли Но мы еще будем ее на нее смотреть Может с такими картами будет играть Сильван только зайти может Но не только Смотри Лудхордер зайдет С любым десратом зайдет Он за 4 маны 4-3 Ну Рагнарол сможет Если Рагнарол случайно будет стоять на столе Хотя плохо себе представляет Что Рагнарол стоит на столе И никто не трогает Если Рагнарол стоит на столе И никто не трогает То мы в общем-то И без валаши справимся Зараженный Таурен Провокация при смертных рип Призывает на поле боя Слизь 2-2 Это такая помесь Уборочного голема Животика И крошера На самом деле барахло Потому что изначальные статы Очень маленькие За 4 маны 2-3 стенка Это смешно То что потом слизь вылезает 2-2 Совсем не справляет ситуацию Многие почему-то решили Что эта слизь будет с дестачем То есть как кобра работает Потому что там Одновременно Одновременно с анонсом этой карты Была потасовка Где была слизь Но здесь не написано ничего Вот на животике Написано что вылезает Слизь с таунтом А здесь ничего не написано Соответственно слизь будет 2-2 без обилок скорее всего Мы конечно не видели На стейме как работает Таурен Но скорее всего будет 2-2 без обилок И это барахло Потому что за 4 маны 2-3 таунт Это смешно Просто смешно Да он конечно суммарно 4-5 Но он хуже чем Просто 4-5 за 4 Лучше животика Ну что наркоман что ли Андрей ну что ты несешь Вот смотри Кто-то написал что Слизь убивает любое существо Нет это очень маловероятно Так что карта весьма вялая Как тебе в целом обновление В целом очень круто У меня большие надежды На это обновление Жду с нетерпением Первый помощник Инзота Пират ребята Пират что важно Первый помощник Инзота Боевый ключ Наряжает вас Сображаемым крюком 1-3 Вообще с пиратами Ситуация Сложная Вот есть мурлоки Которые время от времени Играют Есть драконы Которые понемногу играли Есть мехи Которые играли И только пираты Никогда не играли Ну вообще никак Там были попытки Но пираты Всегда получилась Какая-то смешная дека Но никогда не получалось Сильных пиратов Потому что пиратов Всегда мало их Вечно меньше Чем мурлоков Их меньше чем драконов Их просто не хватает Что собрать хорошую колону Не хватает хороших пиратов Либо ты кладешь всех пиратов подряд Там половина пиратов Полный шлак Которым играть не надо Либо ты кладешь мало пиратов А мало пиратов Тоже не очень работают И вот постоянно была надежда Ну сейчас вот-вот Сейчас еще немножко Сейчас еще Пол пирата выпустят И количество пиратов Достигнет критической массы Чтобы заиграть Ну сейчас вот еще Нам пиратика дадут И пираты мы соберем Но с этим стандартом Они переходят с такой же скоростью Уходит пушка 2-3, которая в пиратских колодах вот так, которая стреляла на 2 дамага. И теперь есть подозрение, что они будут нам по одному, по два пирата дарить, и по одному, по два пирата они будут с такой же скоростью из стандарта вываливаться. У меня беспокойство. Ну, выпусти уже нормальную пачку пиратов, какую-нибудь нормальную пачку меха выпустили. Морское же дополнение. Год Кракена, год моря. Сделайте приключения с пиратами, чтобы там все дополнение с пиратов. Там, йо-хо-хо, мы хотим пиратами поиграть, но хоть раз, потому что не хватает. Ну, нахера не нужны вы эти пираты, если их мало, чтобы играть? Ну, дайте нам больше пиратов, потому что их мало. Но, кстати, в этом дополнении выпустили несколько очень крутых пиратов, и надежда все-таки есть, ребята, есть надежда на лучшее. Так вот, сам по себе МКАК. Он все-таки смесь какая-то гей-парада, и я даже не знаю, от чего. На гей-парад похоже, да? Там, правда, крюк побольше 1-4, и там братвы побольше. Понятно, что за одну ману один мужик нам нахер не нужен. Ну, конечно, ни о чем. У нас пушка 1-3, которая позволяет 3 дамага там нанести, может консинктивировать, может там просто почистить раннюю игру, что вроде неплохо. Но у воина есть огненная секира за 2 маны 3-2, которая очень хороша. Воин в любом случае будет играть, как бы там ни было, он будет играть секира за 2 маны 3-2. И ставить пирата на первый помощник Инзота, чтобы на следующий ход ломать этот крюк секирой, плохо. Придерживать секиру, потому что у нас есть крюк, тоже не очень хорошо. Так что что-то я даже не знаю. Его убил, как он называется, секирой, и размер у него маленький. Разве что будет действительно какой-то вар именно на пиратах, и нам придется им играть только потому, что он пират. Другую причину сам по себе, он, конечно, очень вяненький. Тут кто-то думает, что он имбия. Сезон ДБ, сезон варов. Ну, хрен его знает. Сомнительно. Вары теряют укус смерти, вары теряют армон, 6-5-5. Что-то я соневаю, что сезон варов. Очень много все теряет вар. Нарагу профит. Ну, к сожалению, на вара. Топ на арене. Вот на арене, кстати, неплохо себя может показать. На второй ход качнуть на 2-4. Это чем-то качать там будешь на 2-4. А, апгрейдом что ли? Другим пиратом. Ну, если будут какие-то связки, да, в связках можно переоценить эту карту заново. Но без связок он слабый. Мы сейчас на связке дальше посмотрим. Энзот. Одна из лучших карт. Один из членов древних богов. И одна из лучших карт вообще всего дополнения. Когда он входит в игру, он воскрешает существ с вашей стороны, которые умирали с десератлом, которые погибли в течение этого матча. Пока весь стол не забьет. Ну, то есть, к 10-му ходу, я думаю, полный стол он забьет. Потому что, если мы играем Энзотом, значит, мы играем каким-то количеством десератлов. Вот был бы он полгода назад, это было бы люто имбо. Потому что все самые жирные десератлы, как правило, на экстрамасе и в турнире. Там и крошеры, и животы, и там много чего, да, вы понимаете, какие десератлы. Вот. Там любые секретчики. В воскреша не хочу. А так нас самые жирные десератлы покидают, и поэтому эта карта не выглядит, ну, совсем уж нечестно, ебая. Она все еще очень крутая. Но, по крайней мере, она уже не такая бомба. Говори, Энзот. Энзот. Может, как-нибудь еще ее назовем какой-нибудь? Амазот какой-нибудь? Карта люто крутая. И нам все самые вкусные десератлы показали вот в анонсе, который был на днях. И они, я думаю, будут в конце альбома, поэтому ближе к концу альбома посмотрим десератлы, пересчитаем, сколько там крутых десератлов, с какого класса, и попробуем оценить. Понятно, что сам по себе он, конечно, не играет. Им нужно играть деки на десератлах. Ну, либо не то, чтобы прям вся дека из десератлов, но чтобы в деке были десератлы, и как один из элементов деки будет Энзот, как один из Вин Кондишн. Потому что если он рейтнет хотя бы 3-4 существа, то это уже очень круто. Мы просто юзаем одну карту, и сразу стол завален говном. И даже если нам это говно сразу чем-то зальют, какой-нибудь потасовкой или, не знаю, там, равенством, то они все с десератлами, они снова еще раз что-нибудь нагарят. Кто нам карту возьмет, как мой лудхордер, кто там Сильвана-существо запрет. Ну, все что-то сделают. В общем, карта невероятно крутая, одна из лучших точно. Я думаю, в комментариях тоже сразу догадались. Проходи, жаробасина. Жаробасина, проходи. НЗ. Кто это мотоцикл? У всех богов будет статус 6-6. Действительно, кстати, в самом начале разработчики говорили, что у всех древних богов будет статус 6-6. И обманули, потому что Бенброуд что? Пошутил. Ха-ха-ха. Официальная группа игры. Да, довольно... Канны десератлах. Ох, не знаю. Пресать шляпой. По-моему, кстати, шляпа не считается. Там, по-моему, были какие-то уточнения в твиттере от Blizzard, что вроде как считаются существа, на которых написано, что десератлом. То есть, если существо было под шляпой и сдохло, то этот десератл не считается. Но уверенности у меня в этом нет. Отречение тьмы заменяет вашу силу героя и классовые карты чернокнижника на силу и карты другого класса. И карты стоят на одном, а оно меньше. Вот здесь бы еще обилку уменьшалось на одном, а на кост. Можно было еще о чем-то поговорить. Раскопку обещали не добавлять, все же добавили. Ну да, они передумали. Да, модератор у меня ленивый лотос, потом посмотрим. Вот, ребята, мы берем, собираем варлока. Собираем из крутых варлоковских карт. Такие, раз, отречение тьмы. И нам вообще рандомные карты. Вообще рандомные карты. Они стоят на одном, а оно меньше. Это, конечно, круто на одном, а оно меньше. Но они все рандомные. А средние... Значит, что они будут средние посели. А средние карты посели что? Правильно, говнище! Вы откройте коллекцию. И вот не глядя потыкайте в разные карты, вы увидите, насколько плохие средние карты. Есть хороший способ оценить, что такое средняя карта. И открываешь арену. И берешь все карты по центру. Прямо, не важно, что ты берешь все карты, которые по центру. И ты собираешь примерно среднюю карту. И посмотри, что получится. Вы охренеете просто от того, насколько низкоуровневая, насколько мусорная средняя карта. И мы забьем себе всю колоду. Ну и не все, а только вместо классовых. Вот этими мусорными картами. И они стоят на одну ману решили вроде неплохо. Но они мусор. Поэтому отвлечение от тьмы выглядит крайне вяло. Я удивлюсь, если она будет играть серьезно как-то. Будет показывать какие-то результаты. Ее только поражать можно. Потому что из разных классов будут даваться нам карты и создавать невозможные в обычных условиях связки. Что фановая карта? Ну, в общем-то, так и есть. Да, она фана, не более того. Щупальцинзота. Пресмертный хрипт. Носит один дамага всем существам. Эдакий маленький вурдалаг 1-3. Ну, что сказать. Очень мало, чтобы занимать целую карту. Есть карта, которая наносит всем по дамагу. Это воинский верлвинд. Воинский верлвинд ты можешь дать в любой момент. Ты, когда крутишь в патронах, ты по своему усмотрению дашь верлвинд. Ничего не боится. Никакого Саленса ничего не боится. А эта штука, ты ее поставь. Еще на 10, что ее сразу не убьют. Ее оппонент, скорее всего, сразу разобьет. Значит, он будет управлять ее дамагом. И, в общем, единственная достоинство этой карты, это то, что она нейтральна. Она может... В верлвинд это только воин, а эта карта нейтральна. Может быть у кого угодно. Но все равно все еще полное говно. Она слишком мало, слишком мало, чтобы представлять собой целую карту. Да, это такая... Помните, верлвинды и овцы, и меня овца. Овца-то ладно, она хоть где-то свое место нашла там в Реном Маге. Но там ауе-то по 2, на 1, на 2. А здесь ауе на 1. Кого можем удивить ауе на 1? Кто испугается ауе на 1? Ну, хоть какой-то пример живой. Давайте попробуем придумать. Вы можете привести хоть один пример колоды, который... О, боже, щупальцин зота на первый ход. Человек как бабахнет. Я не могу ни одного живого примера даже теоретически придумывать, где щупальцин зота хорошо бы все показалось. Слишком барахлишко. Вау, хороший вообще, отличный первый дроп. За одну ману 1-1, отличный первый дроп. Хорош вообще. Ё-моё, ребята, вы что-то... Слава-патрону. Ну, какому слава-патрону? Кус уходит, какой патрон? Гей-парад. Если нас беспокоит гей-парад, мы положим овцу, которая гораздо лучше. Но никто же не играет овцой. Да и гей-парад уходит. Овцой же никто не играл. Хотя овца контрит гей-парад. И чё, много чё контрит овца. В общем, ребята, аргумент такой. Если бы подобная механика была бы хоть сколько-нибудь полезной, то играла бы овца, которая намного лучше. Он за 2 мана 1-1, а у ешит на 2. Намного лучше, чем щупальца, которая у ешит на 1. Но овца нигде не играет. И по этой же причине не заиграет щупальца инзотам. Аптекарь-сектант. Вот, интересная карта. Хилит героя на 2 за каждое существо противника. Это такой... Эдакий хилбот, который работает от фражских существ. Много существ от противника похилились жирно. Мало существ не похилились ни хрена. Ну, или мало похилились. Он больше мини-бота на 1-1. И это, конечно, круто. Потому что за 5 маны 3-3 и за 5 маны 4-4 это огромная разница. Огромная. Похилил одну карту? Да нет, вроде. А, да. Ну, сейчас вернемся. Ладно. Точно. Огромная разница, на самом деле, между 3-3 и 4-4. Но хилбот стабильно хилит на 8. А этот нестабильно. Конечно, есть шанс больше, чем на 8 похилиться с на больше 3-х существ. Но... А есть шанс и меньше похилиться. Короче, все зависит от того, какой будет метагейм. Будет метагейм такой на существующих, да? Можно будет играть аптекарем-сектантом. А будет контрольный метагейм, где фризмак против какой-нибудь Миракл-роги на пустом столе играть, то тут аптекарь-сектант нас не спасет. А вот хилбот он был стабилен. Там, как ни крути, хил на 8. Поэтому... Ну, все от метагейма зависит, ребята. Метагейм предугадать невозможно. Аптекарь, ару. Я не знаю, что он там орет. Но аптекарь, что? Ару! Голосину! На пятом ходу все фейска удаливают. Ну... Черт его знает. Деревняя предвестница. За 6 маны 4.6 в начале вашего хода вы кладете в руку существо стоимостью 10 маны из вашей колоды. Ну, понятно, для чего эта карта. Понятно, где используются для древних богов. Чтобы не получилось такого, что мы собрали деку на Ктуне, да? И мы страдаем с этими культистами. А Ктун там последний хихикает со дна колоды и так и не пришел. А она так и не пришла. Это чтобы защититься. То есть, теоретически, в колодах на богах она может пригодиться. Но у него размеры очень маленькие. У него размеры за 6 маны 4.6. И она не гарантированно. То есть, мы поставили, что в конце хода нам затянула Ктуна. Она за 6 маны 4.6. И в начале хода, если она вдруг простоит один ход, она нам притянет нашего Ктуна или какого-нибудь другого бога. Или даже Смертокрыла. Ну, не простоит она. Крайне редко будет простаивать один ход. Ее сразу будет вырубать. Получается, за 6 маны 4.6, которая сразу умрет и ничего не сделает. Поэтому даже в колодах на древних богах ее присутствие крайне маловероятно. У нее слишком маленькие статы. У нее слишком медленная билка. У нее были бы шансы, если бы она в конце хода тянула Ктуна. Типа поставили и сразу затащили себя в руку Ктуна. В начале нет. Слишком плохо. А если нету? Ну, значит, ничего не тащит. А если нету? Какая смешная картинка. Просто красуется на столе. Ну, красуется, да. Морской великан, значит, без проблем даст. А сколько морской великан стоит? 10 маны, значит, даст, да. Без проблем. Так, Райзер, я тебя запомнил. Все. Запишите в черную книжечку. Заражение. Инфест. За 3 маны все ваши существа, получая способность при смертных рив, вы кладете в руку случайного зверя. Забавно, что они выпиливают из стандартных паучков, но вот можно этих паучков обратно себе получить. Ну, казалось бы, неплохо такой добор за ханта без того, чтобы деккнуться. Но, во-первых, для ханта никогда не было проблемой фатик. Я вообще не видел ни одной партии, где хан бы фатикнулся. Там либо ты лицо застрелил оппоненту, либо ты проиграл. То есть, ханту пофиг, брать карты из колоды или откуда-то из другого источника. И по этой же причине всегда были смешны новички, которые... Знаете, карта за 1 ману, посмотри, 3 карты, 1 возьми, 2 выкинь, как называется там. Как же называется? Ну, короче, вы поняли, да? За 1 ману карта ханта, посмотри, 3 карты, возьми 1. А что, 2 другие обратно в колоду? Нет, 2 другие навсегда выкидываются. А как же? А как же мы же таки теряем 2 карты? А как же? Ну, теряем и плевать, ханту пофиг, сколько у меня карты в колоде. У нее не кончается никогда. Мы либо убили оппонента, либо умерли сами. Плевать на это. А как же так? Поэтому ханту пофиг, откуда брать карты из колоды или из ниоткуда. Вот. Во-вторых, отвратных зверей очень-очень много. Да, выслеживаете эти карты, спасибо. Отвратных зверей очень много. То есть, на одного хорошего зверя у нас будет приходиться, ну, в лучшем случае, один плохой, а то и два плохих. А в-третьих, у нас есть более крутые связки. Например, мы можем поставить мужика 4-2, культиста, и каждый раз, когда существо умирает, мы будем брать нормальную полноценную карту, которую мы брали из колоды, а не какого-то рандомного зверя, который еще неизвестно какой. Есть гораздо более круче связки, и они все равно не работают. А эта связка хуже, и поэтому что-то есть большие сомнения, что это фигня заиграет. Ну, может быть, будет какой-то совсем новый хант, какой-нибудь хант-извращенец, там, супер-медленный хант, какой-нибудь Рено-хант, что всякое говно придется класть. Но карта слабее, чем комбатом собаки-культист. У нас есть комбат, например, собаки-заражение, спустили собак, пачку сразу их заразили, они поотдавались, и раз мы налутали зверей. Но у нас есть комбат всего на одну ману дороже, собаки-культист, да, гораздо круче, но она же не играет. Да и комбат же гулер собаки намного сильнее, поэтому что-то, что-то есть у меня сомнения, что эта карта себя покажет. Ну, на арене, конечно, играть можно, но так, разве что в очень специфических условиях, может, кинтерено колоды. Вот, смотри, собаки-заражение имба. Да нет же, не имба. Маликос в колодах играет? Кто-то в Маликос в колодах играет. Кто-то в Маликос в колодах? Знаменитые Маликос в колодах, ребята. Интересно, а вот эти десрадлы будут считаться за инзота? Вот наши собаки сдохли с пересмертным хрипом, они будут воскрешаться. Метка из Шараджа. Выбранная суть, что получает плюс-два, плюс-два, если это зверь, берете карту. Друидский спелл. По-моему, довольно крутая карта. Потому что проблема всех бафов в том, что она не стоит карты. Вот вроде баф хорошо, но ты тратишь целую карту, а тебе в ответ какой-нибудь казни, и ты потерял две карты в обмен на одну карту. А здесь мы карту не теряем. Понятно, что играть этой карты нужно только со зверями, но у друида довольно много зверей. И вот изначально 4-6 друид, который 4-6 или 4-4 лог, он зверь. Ну, собственно, это все. Но у друида есть много зверей, которые не играют. Это и 2-5 друид, или 5-2, это и 5-4, которые плюс-бонус к атаке дают много друид-зверей. Если вдруг соберется какой-нибудь друид на зверях, а зверей это уже приличное количество меткой, Шараджа там будет играть. Ну, понятно, что без зверей он не нужен. И если у нас стандартный друид с друидами 4-6, то этого недостаточно, чтобы играть этой меткой. Да, чужих тоже можно бафать, кстати. Да, может пригодиться. Там карты прокрутить, под БГК подставить. Мне раз на мно хочет дать ссылку на монокост. Зачем мне ссылка на монокост? Что с ним буду делать? Да, 3-2 ящерица, ездовой ящер. Мечта паладина. Зачем? Зачем паладину бафать зверей? Ничего не понимаю. Да, ханту, кстати, подошла бы отлично. Ханту была бы сильнее, чем друиду, пожалуй. Привет, Морозка, привет. Так, мукла, гроза, долина. Вообще-то, как раз смешная. У меня в инстаграме лежит карикатура на нее, когда чуваки... Помните, это комик знаменитый день? Японская компания. Нам нужно придумать новую легендарку. Они монокост исправили вместо 3-6. И вы кладете не оппоненту в руку, а себе в руку. Два банана тоже закрасили, и получилась новая карта. Размеры те же. Текст практически тот же. За 6 мана 5-5. Ну-ка, два банана мы не оппоненту даем, а даем себе. Ну, понятно, что за 6 мана это шляпа, и нас спасти могут только бананы. И даже просто сами по себе бананы нас не спасают. Потому что за 6 мана 5-5, да и еще эти два банана никак ситуацию не справляют. Мы можем как-то крутить это, например, с тетками 3-5. Ну, какой-нибудь токен друид, да? Либо с, может быть, гаджистанцем. Ну, нет, гаджистанц вряд ли. Разве что в токен друиды можно положить эту карту бананы. Но что-то не знаю. Вот токен друид, во-первых, сам по себе не очень играет. А во-вторых, была такая карта, она уходит из гвг. Тошлин за 6 маны 5-7. Дает нам при ходе деталь. И при выходе деталь. И деталь-то по качеству не хуже, как минимум. Деталь может даже получше по качеству, чем бананы. А тем не менее, то, что не играет. И статы у него 5-7, а не 5-5. Так что, друзья, я что-то даже не знаю. Есть у меня большие сомнения на этот счет. Темпо маг. Да, в темпо мага положим. Но, опять же, то, что я в темпо мага не играл. Правда, смотри. В темпо маг теряет портал, теряет крошера. Гоблинскую пушку теряет, да, темпо маг? Бума теряет темпо маг. Может какие-то создаются боятся. Но все равно как-то тяжеловато. Тяжеловато, ребята. Что-то есть у меня сомнения, что... Темпо мага, знаешь, гораздо лучше ляжет. За 6 маны 5-5 новая классовая... Классовый Коман! Коман новая класса мага. За 6 маны 5-5 кладет в игру рандомный третий друг. Вот это карта, да, для темпо мага. Тоже за 6 маны 5-5. Только обилка крутая. А здесь обилка не крутая. О-хо-хо! Рагнарос, слуга светы. В конце вашего хода хилит на 8 нашим рандомным персонажу с неполным здоровьем. Может хилить как существо к лицу. Карта, на самом деле, очень крутая. Я не уверен, что она прям-прям заиграет, но она интересная. И многие почему-то сначала назвали ее говном, но нет, она не говно. Смотрите. Значит, что мы имеем? Играем против какого-нибудь фейс-колоды. Очень круто хилим лицо. Очень круто хилим лицо. Играем не против темпа колоды. Не агро колоды, не против фейс-колоды. Мы поставили Рагнароса, и его оппонент должен сразу убить. Конечно, за 8 маны 8-8, за 8 маны 8-8 убить несложно. Но, если вдруг не убили, мы пошли Рагнаросом, а у нас лицо полное, лицо отхилено. Пошли Рагнаросом в атаку, сожрали какого-нибудь 5-5, на тебе 5-5 по башке. И в конце хода у нас продамаживает Рагнарос. На себя отхил до полного столба. Еще один ход ты меня не убил, на тебе еще ко мне по башке надавали. На себя отхил до полного столба. Короче, это карта за 8 маны 8-8, которую нужно сразу убить. Ну, да, это он на самом деле похож на хантовского червяка, тоже за 8 маны 8-8, я сказал, что он плохой умрет. Он просто такой же, он скорее всего умрет, но так хочется верить. Я так хочу посмотреть, как этот Рагнарос будет ходить и бить всем по башке, и отхилить сам себя. Я с удовольствием это посмотрел. Ну да, 8-8 за 8, это не предел мечтаний. Что-то не очень, но... Надежда умирает последней. Нет, он не заменяет второго Рагнароса. Очиститесь хилом, да, живи насекомое. Здорово, Муэрта. Да, арт очень крутой. Вообще карта очень интересная. Вот как я говорил, да, интересные обилки, но говностоты все портят. Проклятые Близзы. Какой-нибудь фейс говно очередной выпустил с крутыми статами, всем играет. Выпустил интересную обилку, не играет. Муэрта, здравствуй. Так. Чешуйтесь, что это кошмар. В начале вашего хода атака существует, удваивается нейтральный дракон. Это еще один патрон в обойму дракон-колод. Да и сам по себе он теоретически может поиграть. Когда он только еще был анонсирован, еще не было новостей о нерфе мастера маскировки, знаменитого мастера маскировки, кошмара ладдера, который наводит ужас на весь ладдер, наконец-то понерфлен. Можно выдохнуть, можно вздохнуть спокойно. Мастер маскировки наконец-то остановлен. Шучий, это кошмар. В начале вашего хода атака существует удваивается. То есть удваивается, но удваивается. 2, 4, 8, 16, по такому принципу. Могли бы спрятать офф стелс, но бесконечного стелса больше нет. Спасибо, альфа, ксго. Бесконечного стелса больше нет. Больше на один ход. Прятать каждый ход это очень расходно. Можно сразу бафнуть, там колблап дать, чтобы он стал 6-8. А потом 12-8. В принципе, хилбот. Ну, в каком-то мере, да. Потому что, смотрите, мы ставим за 6 маны 2-8. Он в первый ход довольно уязвим. Но, если мы сможем прикрыть его каким-то образом первый ход, он за 6 маны будет 4-8, что очень круто. Нереально просто круто за 6 маны 4-8. А потом еще будет расти. Вот. И он может в руги играть. Мы поставили дракон далеко в блат 6-8-12-8. Мы можем играть в присте. Во-первых, шопаем и бафнем. Во-вторых, там, подхили, может, он прожил подольше, накачался подольше. Дракон крутой. Он и в драконах колодах будет играть точно. И, может быть, даже отдельно сам по себе поиграет. Но это под сомнением. И единственное, что очень пугает, что очень пугает, ребята, это ты чешуйчатого кошмара тебе вот цыганкой, сразу цыганкой. И иди сюда. Как раз 6 маны дракон, 6 маны цыганкой. Идеальное сочетание. Просто перфекту. И ты такой... И все. И консит. Потому что... Ну, как можно такое? У тебя сперли все там сразу домой. А то и кодоем каким-то раздавит. Маскировка. Я изменю твой разум. Да-да-да, я изменю твой разум. Дракон, конечно, очень крутая. Дракон колбалт консил. Консил на один ход всех прячет. Ловать мы ужас. Видимо, Близзард так описали крутизной этой карты. Уничтожая всех существ, атака 2 или меньше. Ну, полная лажа. Настоит очень дорого. Уничтожая всех существ, как и чужих, так и наших. Сколько будет существ у оппонента с атакой 2 или... Что это за оппонент такой? Ну, какой-нибудь... Я не знаю, какой-нибудь злок может быть. Ну, очень-очень узкая направленность в этой карте. Она стоит дорого, а направленность... Очень узкая. Тех существ с атакой 2 или меньше. То есть, крайне редко будет жирно играть. Ну, ты 1 существо убьешь, ну, 2 существо убьешь. Ну, хотя 2, наверное, не так плохо. Ну, хотя... Ну, черт его знает. Может быть, одной штучкой будут играть. Может быть, одной штучкой-то играть и будут. Тем более, лайтбомба нас покидает. Меньшего ел, приставит хорошего. Нет, ну, теоретически, если мы убиваем 2 существа, уже неплохо, да? Если мы убиваем 2 существа, каких-то нормальных таких. 3 существа, это просто отлично. Вопрос только, как часто такая ситуация будет, когда мы будем убивать несколько существ? Опять же, зависит от метагейма. Имбище! Да, боюсь, что нет. Лажа, боль уже есть. Рип фейс. Фейс вообще плевал на эту карту. Все мурлоки и фейсханты умирают. А что там мурлоки умирают? Все мурлоки там, как правило, жирные, прокаченные. Фейсханты? А что фейсханты? Что фейсханты 5 существа, что ли, имеют? Они лук ставят, 2 существа на стол, и тебя луком и трапом бьют по башке. Почему-то фейсханты непонятно. Фейсханты мало страдают от этого. Фейсханты хилбота умирают. Ты что, в хилботу втаскаешь, что ли, с собой? Фейсхант боится хилбота боится, стенку боится, какую-нибудь кизанку боится. Ты что, все имитимные картами играешь, вдруг фейсхант сразу умрет, потому что где-то там может попасться в слово тьмы ужас. Нет, что-то не то. Диктантский рама. Я, кстати, говорил, что 4-2 боблёр, пожалуй, худший служитель, но вот этот тоже может за 6 маны 7-6, ваш Катун получает плюс 2, плюс 2, где бы он ни был. Боже, за 6 маны 7-6. Ну ладно, мы 6-7, еще тут... За 6 маны мы ставим 7-6 без обилок, ни хера не делать. Оппонент со смеху просто сдохнет. Скажи, ты что, дурак, что ли? Ты что, дурак? Что это за служитель? Так что это за жук какой-то? Оппонент со смеху умрет. Как и у боблёра 4-2, у него шансы не играть даже в деках на Катуне. Слишком... Слишком дорого, слишком монокост у него большой и слишком статы у него неправильные. 7-6. Ну это не серьезно. Не серьезно. Просто он закрылся, надо снова открыть. Давайте посмотрим, что про него пишут. Имба! И очередная имба. Да что ж ты... Вы во всем видите имбу. Ну что имбу, у него там существует 7-6 за 6 маны. Тут... Который аргумент приходит. Так обычные статы, причем даже необычные, даже плохие статы. В общем, база Болдорфиста Близбонна. Хорошая карта для такого, но не более. Ну, немного имбовато. Тут уже не имба, а немного имбовато. Да что ж имбоватого, если ты за 6 маны играешь чуваком 7-6? А что с микрофоном не так, ребят? Что не так с микрофоном? Что не так с микрофоном? Все в порядке? Воу-воу, меня нормально слышно? Ну-ка, напишите мне в чате. Что вы там про микрофон допишите? Все норм. Может банда с шутникам, которые про микрофон меня обманывают? Ладно, порождение Энзота. Самое крутое в этой карте это ее картинка. Напоминает Мурлока 1-1 за 0. Очень крутая, кажется, картинка. Пресмертных риф ваши существа получают плюс 1-1. Теоретически, если бы старый Золок остался, может быть, Энзот там бы поиграл, но старый Золок нас покидает, потому что там все самые жирные карты. Ну, почти все. Там у нас уходит Паук 1-2, там уходит Яйцо, что является ключом к Золоку. Уходит Имплоужин, что тоже очень мощная карта. То есть Золок в таком виде, как он был, уходит. И замена ему очень слаба. Так что, скорее всего, Золок-то мы больше не увидим. А где мы еще можем это порождение Энзот использовать? Вот есть у Варлока новая карта, запретная, запретные Тентакли, которые на всю ману Тентакли кладет, но это ладно, с одной картой связка. А еще где мы можем, с чем можем связать это порождение Энзота? Да, Золоку никогда не было таким милым, действительно. С чем можем связать эту карту? Сам по себе это барахло. Нам нужна куча существ, чтобы это бафнуть, иначе куча, причем реально куча, он чем-то напоминает лидера рейда. Но лидер рейда, как известно, совсем фигня. Короче, мне кажется, слишком мало связок для того, чтобы эта обилка себя хорошо показывала. Разве что иногда были себя хорошо показывали в большинстве случаев очень вяло. Порождение в патронах? Наркоман, что ли? Не положен с Черной горы? Нет, он из ГВГ. Все рандомные карты из ГВГ. Почти. Миленько! До этого писали имба-не имба, а тут миленько. Ну, в общем-то, да, в общем-то. Нет, хотлайн не буду. Гей-парад. Гей-парад стандарт покидает. Палый на божественных щитах. Вот что это за палый, так я не знаю. Мини-мукла. Ну, нет, не совсем мини-мукла. Видишь ли, смотри, нам нужно поставить порождение Нзота, чтобы он прожил ход. То есть мы играем с учетом 2-2 за 3 маны. Нужно, чтобы он прожил один ход. И тогда, если он проживет один ход, мы сможем навалить мелочь и пойти отдаться и бафнуть все это. Ну, а как мы вообще-то планируем, что мы поставим Нзота, и его не убьют? Ну, он же за 3 маны 2-2. За 3 маны 2-2, которого не шлепнут сразу. Там просто и нет его. Значит, нет, что-то не знаю. Маловероятно. Распорядитель темнолесия. Картинка, конечно, какое-то, какое-то лицо у него, боже. Давайте, как Санчет буду комментировать. Ну, картинка плохая, идем дальше. Распорядитель темнолесия. Палагинская карта за 3 маны 3-3. Каждый раз, когда призываете существовать с одним здоровьем, дает ему способный божественный щит. Я, кстати, заметил, что Близзард как-то мотает от одной экранности к другой. Вначале они выпустили много карт, которые работают именно, тут формулировка по-английски when you summon, то есть, когда вы призываете любым способом. Играете из руки, обилкой палагинской призываете, либо там до Сратла упадает, все это считается под самон. Потом Близзард сказали, что-то как-то жирноватый и выпустили пачку карт when you play из руки, только из руки считается. Теперь в этом дополнении снова пачка карт, которые работают с when you summon, ну, чтобы, видимо, работать со всеми этими тентаклями. Когда вы призываете существо любым способом, из руки, дает ему щит, призываем обилкой 1-1, дает ему щит, десратлам какие-то малыши 1-1, дает им щит, и интересная такая связка, вот Twilight Drake, которая 4-1 и сразу качается, он тоже работает, потому что изначально 4-1 получил бабл, а потом он себе задницу прокачает, то есть он тоже бахнется. Ну, соответственно, если у нас будет деков, в которых много 1хп-шных существ, то да, крутая карта, за 3 маны 3-3, приемлемые статы, плюс полезная билка. Ну, а что это за такие карты? Вот, паучки 1-2 были, они уходят. Классовая билка осталась, да, что еще осталось? Может какие-нибудь мурлоки? Какие карты будут работать с ней? А, мужики 1-1 за 5 маны, да, да, они получат бабл, все получат, другое дело, что карта сама все плохая, даже в такой связке, с гей-парадом прекрасно бы работала, играешь против секрет-палаген, у тебя на второй ход распорядитель, а на третий ход гей-парад, третий с бабл, и поиграли, добрый вечер, здравствуйте, но гей-парад к счастью нас покидает, привет, Даня, спасибо тебе за подписку. Со спела не считается? Со всего считается, ребят, любым способом, как хочешь, призываешь, все считается, все бафается, но а какой спелл? Магмовый яростень? Чупальсензота, да, точно, отличная комба, мы дадим бабл щупальсу, чтобы случайно не убить, не право ешить, то есть теоретически обилка крутая, но практически я не вижу, ну, мало годных связок, мало годных связок, но гей-парад, но гей-парад слишком плох, его не спасет даже распорядитель тем на лесте, сам по себе он очень слабый, то есть карта хорошая, хорошая карта, и обилка интересная, прекрасная обилка, замечательная, некуда пихнуть, не с чем его комбить, ну, точнее, есть комбы, но их мало, а ради малого количества связок мы не будем играть распорядителем тем на лесте, да, токен тоже получил, балуси верно, с кубами будет работать, хороший вопрос, наверное, да, наверное, будет, токен паладина считается за призыв существа, да, секрет считается за призыв существа, конечно, да, секрет паладина, и фаербол высокий, да, считается за призыв существа, да, магмуярости, наконец-то, заиграет, хуайр, который два раза бабл получит, точно, таунт 1-2, точно, точно, ребята, солдат-то 1-2, таунт, теперь он с баблом будет, прослеживаются эти тенденции Дивайн Пау с кошмарным дрейком, третелкой токенами, но будем надеяться, но мне кажется, этого недостаточно, опять же, не хватает критической массы крутых карт и крутых связок, чтобы ты заиграл, как и с пиратами, цепки и щупальца, варовское оружие, мы у нас вместо руки будет тентакли, будем тентаклими, при смертных риф возвращается в руку владельца, оружие размером 2 на 2 за 5 маны возвращается в руку владельца, теоретически, опять же, обилка интересная, потому что любая карта бесконечная, интересная, а эта карта реально бесконечная, ее очень сложно вырубить, ты сходил в атаку, она сломалась, вернулась тебе в руку, тебе с Лизнюком ее сломали, она все равно сломалась, все равно вернулась тебе в руку, единственный способ ее с ней справиться это если у вара будет 10 карт в руке мы сломаем и она не сможет вернуться в руку потому что веркап карт другого способа справиться нет и бессмертное реально бесконечное оружие бесконечное оружие привет даня спасибо потом противника нет 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 только своего ктуна так вот реально бесконечное но она жрет целую кучу маны она за 5 маны 22 если бы она была бесконечная то есть мы за 5 маны сыграли и сколько хочешь только ей ходи да это было бы прикольно такое вложение которым один раз заплатили ходим 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 на 2 было бы круто но она имеет всего два заряда мы за 5 маны получили все два заряда а потом нужно еще 5 маны заплатить а это очень дорого и даже у контрольного вара крайне редко бывает куча маны он там то у тормором обмажется то еще очень сыграет даже контрольного вара столько маны не бывает лишние то есть это реально хавалка маны атака маленькая Она, конечно, бесконечная, но очень дорого и очень мало атаки. Я боюсь, что дороговизна погубит эту карту и она не сможет играть. Потому что, ой, реально очень дорого. Раз в два хода платить две маны, это очень много. Если твой Ктуны приступ погреб, я не знаю ответ на твой вопрос, Даня. Да, вот я боюсь, дороговизна, ребята. Опять же, интересная карта, интересная механика. Но я думаю, что в данном случае оправдано искусственное ослабление, искусственное занижение ценности этой карты, потому что бесконечные карты теоретически крайне сильны, потому что они бесконечны. Вот даже есть механика воодушевления. Это не совсем бесконечна, потому что убил существо с воодушевлением. И оно больше не работает. А эта карта вообще бессмертна, от нее хер избавишься. Так вот, даже карты с воодушевлением довольно опасны. Но они тоже не заиграли, потому что Blizzard перестраховались и дали им маленькие статы. Потому что если бы каждый ход получал крутой эффект бесконечный, еще бы статы были хорошие, было бы слишком мощно. А тут они перестраховались еще сильнее. Тут карта вообще бесконечная, но она еще хуже, чем существа с воодушевлением. Поэтому, скорее всего, барахлишка. Ну, практически наверняка. Мусор, фул юзлист, тимур, голубен, норв, мир, это хрип. Ну да. Жутко монстр. Еще одна говнокарта. За 8 маны 6-7. Каждый раз, когда существо атакует, уничтожает другой существо, получает плюс 2, плюс 2. Изначально, теоретически, в первый момент в голове такая возникает картина. Ну, мы поставили жутком монстра, потом пошли существо, сожрали, прокачались. Потом еще пошли, сожрали, прокачались. То качаемся, качаемся. Но, если применять его, сравнивать с существующими картами, применять с существующим реалием, вспоминаем Груло. Есть такая карта Груло, ребята. За 8 маны 7-7. В начале каждого хода из своего оппонентского получаем плюс 2, ну, плюс 1, плюс 1. То есть, на 2 за круг мы качаемся. Это существо атакует один раз за круг. То есть, за наш ход и за ход оппонента. Если, конечно, мы винфюрия не дали, но совсем какая же паранойя. То есть, оно за круг получает плюс 2, плюс 2. И для этого нам нужно ходить именно, жрать существ. Если там есть что пожрать, мы в лицо не пойдем. А жирное существо должно в лицо ходить. Вот это смысл жирных существ. Какой смысл ставить жирное существо и ходить по мелочи? Нет, жирное существо должно ходить в лицо. Этот вы должны ходить по мелочи И даже если оно кого-то сожрет, получает столько же, сколько Грул получает А если на бабл мы сходили, никого не сожрали А Грул, он сам по себе за 8, а на 7, 7 Передал ход, и он сразу 8, 8 Он сразу изначально больше, чем эта фигня И он качается с такой же скоростью, без всяких условий Грулом сможем ходить в лицо И он будет качаться с такой же скоростью, как этот говнарь Получается, что эта карта намного хуже Грула А Грул, говно, не то что в ладере Грул даже на арене говно Зачем этот жутком остров был выпущен, я не понимаю Тут написано, кусок говна никогда не играть, но его выпустили Карта хуже Грула Да умудрился, чтобы выпустить легендарку хуже Грула Близзарды справились, ребята Грула погубил БГХ Грула погубил то, что грул говно Имба, имба То, что не выложи, имба Да, кстати, важное уточнение Смотрите, комментарии, зачем было писать Атакует, уничтожает, когда можно было написать просто уничтожает Потому что именно атакует, уничтожает Если на жутко монстра побежало существо и сдохло А это не считается В обороне он не растет, но растет только в атаке То есть его можно будет сожрать за несколько атак Он не будет расти Вот если бы он рос от вражеских существ, которые на него бегают Да, еще было бы другое дело Было бы интересно Было бы интересно Ишараж, в конце вашего хода выкладывает на поле боя Существует из вашей колоды За 10 маны 10-10 Ну, за 10 маны 10-10 Везде десяточка Еще здесь осталось десяточку пририсовать для чего-нибудь И вообще будет Десятичный квадрат Существует на поле боя Существует из вашей колоды Он сразу напоминает Варяна Рина Варовскую легендарку Которая за 10 маны 7-7 Но он тащит сразу трех существ Сразу Потому что я думаю, что Ишараж долго на поле не простоит Если существо 10-10 долго стоит на поле То плевать, какая у него билка Можно и вообще без билки Он и так сожрется 10-10 стоит на поле и его не трогают Понятно, что Ишараж Ну, там разочек сработает Ну, может быть, два раза сработает То есть он тащит карты меньше, чем Варяна Рина А Варяна Рина на него были большие надежды Он все не показал Но Ишараж 10-10 Он больше, чем Рина Чем Рина тот 7-7 А во-вторых, он нейтральный Но все равно, я боюсь, что даже этих достоинств Оказывается, недостаточно Чтобы играть Ишараж Ну, как обычно Какие-нибудь БГХ, политики Какие-нибудь Баттлкраи Ну, как обычно Да, Рина играет Чтобы он тебе БГХ какого-нибудь Там еще какую-нибудь фигню С Баттлкраями вытащил все это Вот И там какой-нибудь 2-2 И он Баттлкрая повытаскивает Либо мы играем Колодой из Аргонороса Чтобы Ишараж чем-нибудь жирный вытащил Он туда непонятно Как нам доживать до этого момента Либо мы будем иметь большие шансы Вытащить что-нибудь мелкое незначительное Поэтому что-то тоже в Ишаража Веры нет Пожалуй, худший из всех древних богов Если было написано Тащить рандомную жирную карту Было бы другое дело Ну, там Карту там за Скажем Самым высоким монокостом Которая есть Там, да Или Да, Мариэль вытащит Элизу вытащит Все вот это вот Вытащит Пообрадуйтесь Это законно вообще, пишет Давид Двачевский Боже, очередная имба Очередная имба Полиция ХС найдет и накажет Контрольный вар на Катуне зайдет О боже Это контрольный вар на Катуне Ишараджа одновременно Одновременно два древних бога у нас Контрольный вар Знаменитый контрольный вар на Катуне и Шараджа Малигос Деки Да Короче, барахло какое-то Царил Роговская легендарка Боевой ключ Пресмертных львов Выкладываете в руку Случайный токсин Телес тут есть Да, вот у них, кстати, есть токсины За четыре маны Три-два Это Ксарил Вове я на нем летал Там бомбы кидал На жуков каких-то Пчела гигантская Так, одна деталь, значит Берете карту За одну ману Возвращает Ваше существо в руку Стоит на две маны меньше Это как шедоу степ Только стоит ману Шедоу степ бесплатно Плюс трик атаки Это точная копия Паладинская карта Бледнолист получает Дает стелс До конца хода Но одному существу А не всем Наносит два урона Это копия Престовской Хантовской карты И все Сколько он в итоге Пять деталей, да, разных Ну, конечно Две детальки получить неплохо Статы у него Совершенно неприличные За четыре маны Три-два Совершенно неприличные Статы Ужасные статы И две детальки Конечно Сглаживают картину Но Недостаточно Чтобы он играл сам по себе Сам по себе он говно Две детали Не спасут Он за четыре маны Три-два Что его может спасти Во-первых Это комбинации С Гаджистанцем Либо какой-нибудь Теткой Три-пять Чтобы С пыл Вы понимаете, да С пыл сыграл Какой-то эффект Произвелся Только для этого Либо Сам по себе У него Бессмертный хрип Пресмертный хрип С энзотом Потому что Он сейчас Недостаток Хороших десраплов И мы можем Играть к сарилам Чтобы было Что воскрешать Под энзота Сам по себе Ребята Он недостаточно Хорош Потому что Статы просто Несерьезные За четыре маны Три-два Это несерьезное Две детали Не наверстают Этого Огромного Лага по статам Либо мы играем С какими-то связками Либо сам по себе Он очень вялый Я не знаю Почему Вас такой восторг Вызывает Статы Ребята Несерьезные И две детали Нас не спасут Это не две Полноценные карты Это две детали Они хуже Смотри За одну ману Взять карту Или там Недоделанный Шеду-степ Которые удороженные Либо там Стелс на одно существо Это Меньше чем Одна карта Одна деталь Две детальки Можно почитать Как одну карту Только в связками Ребята Только со связками Да Вот если бы за три маны Была бы страшная бомба За три маны Он был бы Ох просто охренеть За четыре маны Дорогой Да Или три-три Он был бы Тоже было бы Намного лучше Но три-два За четыре Это просто Несерьезное Да Ну это же станция В общем-то И так есть чем крутить А Знаешь Еще под что Можно играть Под Йоксорона Под Йоксорона Да Либо Ванклиффа Раскручиваешь Либо Йоксорона Потому что Две детальки Это два с пыла Для Йоксорона Прикольно Да Еще с Йоксороном Можно играть С Йоксороном Другое дело Ох вот эти колоды На Йоксороне Колоду на Йоксороне Пожалуй Йоксорон Это лучшая связка Которую можно придумать Для Ксорела Потому что Сразу два с пыла Из ниоткуда Да И комбо Можно активировать Надо будет посмотреть Так ребята Если честно У меня Пересохло совсем Мне нужно немного Передохнуть Буквально 3-4 минуты Подышать Чайку попить Объявляю Перерыв 3 минуты Потом продолжим Я вам пока Кубики свои покажу Вот смотрите Как у меня кубик есть Кубики шарики Вот И реклама 3 минуты Потом продолжаем